Но якобы посреди учеников твоих пришлось и спаси мне дая им, приеди к нам и спаси. Спасибо Господи, помил, раб своих милующих и питающих нас. Спасибо, помил всех страдающих, болящих, теницей, сидящих, нищих, сирот, доб, священства, иноческих, членоприцей, законов и вся православных христиан. Избавьтесь от всяких скорбей, гнев и нужных, от всяких болезней душевной, телесной, полезной душам нашим сотвори. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Царю Небесный, утешителю души истинной, и живи везде, Сын, и вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю, приеди вселися вны, и очистены от всяких скверных, и спаси благое души нашим. Отец наш Небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа, молим тебя, благослови наши занятия по Слову Твоему Святому, как некогда преподавал ты это людям, Марфии, Марии, Господи, и сидели они у ног Твоих и слушали Слово Твое благодатное, о спасении человеческих душ от дьявола и грехов. Благодарим тебя, Господи, за великие Твои милости. Слава Тебе, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все? Нет, нет. Сами нажимайте. Нажимайте, все уже идет, занятия идут Проходи, уже Царю Небесную Уже Царю Небесную пропели, вы все еще не нажимаете Нажали, поставили, все без разговора Потом подошли, нажали, и все Смотри, как они залазят быстро, шустные Мелкенькие Гальянчики тоже в вашу мордушку как лезут Сергей как поднимет там, или вы вытаскиваете, показывает Там этих гальян под банками пятилитровые А вкусные Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Евангелие от Матфея 17 глава с 22 по 23 стихи Во время пребывания и в Галилее Иисус сказал им Сын человеческий предан будет в руки человеческие И убьют его и в третий день воскреснет И они весьма опечалились Толкование часто предсказывает им от страдания Дабы не подумали, что он неохотно страдает И дабы приучились к этому и не смутились его страданиями Когда они настанут, как событием неожиданным Но к прискорбной вести присовкупляет и радостную Что он воскреснет Вопросы? На у Иудеев представление было в воскресенье? Было кое-какое Ну было же, конечно Было же, а как вот он Когда подошли к нему и спрашивали Про семь братьев, которые имели одну жену По воскресенье А что спрашивали? Садукери Садукери Безбожники, сектанты Даже те имели Какое-то представление о воскресенье А Лазаре сестра тоже Когда? Да Там решила не о том Знаем, как в воскресенье будет Про Лазаря говорят Да Сестра вспоминала Да Лазарь друг был А Шиоли вспоминают Знают, что воскреснет в последний день Знают Ну а притча о бедняке и Лазаре тоже там На лоне Авраамовой А богачей Кто воскрес там? Это в душе, душе там Там и тела были Вы-то говорили о Лазаре, который Нет, о сестрах Я говорю о другом Критча о богаче и Лазаре А богаче и Лазаре Лазарь что, да? Ну да, Лазарь А где грешник хоть раз? Воскресал или нет? Что? Еще раз Грешник, такой человек, который не друг Христа, не друг Божий Кто-нибудь воскресал хоть один? Который не друг Божий А то, что воскрес правильный Тут ничего особенного нету У нас и бы грешник воскрес, вот тут бы был перевар Ну грешник, ну дочь Ирова воскресла же Ну как, он ее оживет? Это правильные люди Воскресла такая дочь, но еще с ней 20 лет Нет, не то Ну ладно, значит дети не вшел Я в дни пишу Города у нас здесь, Гаварий Владимирович Николаевич Он не простой мэр Он входил в десятку лучших мэров России И он погиб в автокатастрофе У нас были очень близкие такие отношения И вот говорят, а вот если бы властью я обладал Перед богом, авторитетом И сказал, господи, воскреси его И он бы воскрес Что бы ему сказали? Я сначала бы спросил Ты будешь слушать меня? Мне нужно, чтобы меня слушал сам мэр города Он говорит, а в чем? И чтобы ты надел сапоги, как я Вот в такой одежде Вот такой, как есть И родные могут у тебя приходить А ты никуда не можешь приходить Начинать будешь у меня А днем будешь ходить, домой не заходить И по всему городу Барнаула ходить и говорить Есть воскресенье из мертвых Я там был, бывший партфорд моторного завода Я отрицал Бога Я сейчас себе, там я видел, ад, огонь меня ждет Согласен? Согласен А когда кончится, я говорю, как нарушишь, так сразу в вату попадешь Но сначала должен уверовать Открыто перед народом Мы тебя запишем на пленку Дальше ты примешь крещение Согласен? Он говорит, совсем согласен А не согласен, ничего нет А сразу вата идет, горит Вот если не верующий воскресенье, вот это дело Я, у меня следует судебная метэкспертиза Психо-диспансер Полторы недели уходят Я сижу две недели, три недели Меня не выпускают Я говорю, а в чем дело? Ждем из Москвы Наших здесь ученых не хватает на вас Определить А кто он такой? Ну дальше звать Мазур, Моисей Ааронович Что непонятно-то? Моисей, да еще Ааронович Ты не думаешь, что я приехал там узбек какой-то или таджик? Приехал На кого он похож? У нас, кажется, такого и нет Небольшого роста Соседенькие волосики такие сидит Я сижу Так Ему надо узнать Меня судить подлеца надо Или можно меня Держать в дурдоме всю жизнь Врачи говорят, мы тебе напишем Врачей я уже всех зазомбировал Они говорят, мы сейчас напишем Вас судить не будут Ну, болеть, когда-то там ящики пивные поколотишь пока Ну, какая-то работа А потом вас обои отпустят И все Я говорю, вот это мне как раз и не надо Да вы что? Нас упрашивают Там деньги дают Ну, кто? Да вот сейчас был представитель Сын первого секретаря Ну, как сейчас Губернатора края Вот такая вот шла И бабка с ней 72 года И он обоих И закопал солому И поджег А теперь его надо освободить И они на все идут Я говорю, мне это не надо Напишите, как есть Они написали характеристику Она у меня написана здесь Слово Божие не туз Бесстрашные Я входил в другие Камеры Вот здесь Сейчас не найдешь Он покажи ему Свидетельствовал Это Не был навязчив Подчеркнули Не был навязчив Характер теплый Ну и проще Его слушали Преступники Там все написано Это так И он меня спрашивает Мазура Орона Моисея Орона Я плачу В университете Веду занятия А вот скажите мне Вы знаете Житие Екатерины Ваши там Мученицы Я говорю, конечно Была девушка умная Она Завала экзамены На пятерки все И она поставила А мать христианка А она неверующая И она Поставила задачу Замуж выдать Дочку Но она не может Дочь садбиться Я говорю, я выдумаю Мама, если ты найдешь Мне жениха хорошего А какого Она княжеского рода Чтоб был выше меня А выше я только Царский сын По положению-то Чтоб был богаче Меня Они очень богаты были А богаче Мать руки развела И чтоб красивее меня был Она красавица Там загляденье одно Но она все условия Это поставила Умнее Красивее Знатнее Она пришла К своему преситеру И говорит Дочка замуж Не хочет идти Я хочу Она сказала Жениха такого найти Чего мне делать Он говорит Зови ее сюда Я ей дам жениха И когда она пришла Он говорит Я тебе даю жениха Которого ты просишь Твоя красота По сравнению С его красотой Грязь И твое богатство Ты считаешь Там у тебя Ты дочь миллиардера Это солома А знать-то сего И знания Ты во сне не видела Я хочу познакомиться Она снимает икону И Божья Матя держит ребенка Вот на него и смотри И она взяла смотрит А у него глаза Прямо вперед направлен И вдруг она смотрит На иконе глаза Вот так вот И голову повернул Она так ахнула На иконе он оттернул Почему Ты что-то увидала Да увидала Он от меня рисовать вернул Потому что это богомерзкая Разговаривать не хочет даже А что сделать Чтобы он на меня посмотрел Уверовать в христианство Принять крещение И он тебя полюбит У нее уже любовь другая Дальше она будет Велика мученица И он меня спрашивает Екатерина мученица Вы ее знаете? Я говорю Отлично знаю А Зою Космодемьянскую Тоже знаю Но тогда мы не знали Что ее взяли Не за то что она немца поджигала Она поджигала хутор Крестьян Ее крестьяне схватили И сдали немцам А из нее сделали Такого героя И Сталину показали А Сталин говорит Разузнать Какого полка немцы были Ну разузнали Там такой-то 154-й немецкий Пехотный полк Сталин дал указание Сделать там наступление В плен не брать Всех до того расстрелять Пленных не расстреливают Расстрелять я сказал Все Так они там не были Не участвовали В этой В казни-то ее Нависеливаются Она говорит Всех не перевешаешь Ну ладно Так вот скажите Какой подвиг больше? Я говорю Тот толковать не надо Конечно Он ждет Что я скажу Конечно У Зои Космодемьянской Подвиг выше Выше? А верующие так не считают Я говорю Ну они считают так А я вот так А как вы мотивируете это? Очень просто Екатерину казнят Она знает Сегодня она получит Обратно Все пальцы переросли Грудь отрежут Преросли Она воскреснет из мертвых До одной волосинки На ней будет А эта умирала Она знала Дальше ничего не бытие Она не увидит родных Не увидит брата Сашку своего Хулигана этого Она совершенно Ничего не И она идет Этот подвиг Она пошла Разумно Так написал Судить дурака По другому То есть нормально В дурдоме Ему делать нечего А я радуюсь А в это время Там какая-то Суета В этом больничке Что они делают Когда нас выстроили Везти оттуда И они выходят Вот такой высоты Мешки По 50 килограмм Набитые галетами Пряниками Они все купили Кружки Ложки Наложили туда А одна подошла Которая Врач И говорит Мы на пенсию Никого так не провожали Как вас Понятно Я показываю Победный путь В Ахристе Однажды я промахнулся Фильм какой-то Показывали Китайцы там Что-то А я возьми Добряк Я говорю А китайцы Это что Они сами Придумали Это они От советских Научились Она пришла писать И не может Так что вы сказали Дальше А что я сказал Ну что ты Китай Я говорю А что он Китай Он сам по себе Мы сами по себе И она взяла писать И дальше не могла написать Ей надо Донос написать было И она меня спрашивает А что Хоть я дурак Но про себя не охота Помню Когда там Уже Возить уже стали Сначала везут в город Это там Больницы специальные А теперь Оттуда Выстраивают Вряд всех И выходит Полупьяный Офицер Так Жалобы есть Какие жалобы Тут тебя затопщат Задавят На этап идешь Тебя никто проверять не будет Почки отобьют Я говорю Есть жалобы А кто-то подошел Что-то ему сказал Ну ладно И что Ему сказали Трогать нельзя Это верующий Политзакрещенный Тогда статья была Иди сюда Так С чего у тебя Недовольство-то какое Я говорю Авторучку у меня забрали Авторучку он меня завел Вот так вот Греб сколько у него Там место Может 150 Ручек Ну на тебе сумку Мне давай Да мне зачем столько Ну кому-нибудь отдашь Они изымают все Это Бог делает так Первый раз мы видимся А когда заходим в тюрьму Там заводят тебя Где выдают матрасы Рваные там Бабастаные там Разные Пшивые А у меня увидел Заключенные там Которые там Называются Баландеры Оставлены при тюрьме Уже осужденные Чего курят-то А в шизу-то когда Там где-то наказаны Еще кто имел Еще наказание Там же никого нет Мы его сделаем Вот там и будем Ну и правда Там сиденье Вот так вот К стенке Но оно подпирается А когда утром Они говорят Вставай Вот так вот Штырь-то выдернут В палате-то вот так вот А бетонный пол И они меня когда Посадили туда Потом заходят Сейчас скажу Ну и как Я говорю Душно дышать А там я еще Правда Полуподвальную Ну она пошла На швабру Взяла Трень-трень Окна выбила Ну и все Воздух пошел ко мне Почему Зазомбировал всех Поехали Победный путь Все зимы И прошу По прекрасным местам Наследнего И приятно для меня Евангелие от Матфея 17 глава 24 по 27 стихи Когда же пришли Они в Капернаум То подошли к Петру Собиратели Дидрахмы Сказали Учитель ваш Не даст ли Дидрахмы Он говорит Да И когда вошел он в дом То Иисус Предупредив его Сказал Как тебе кажется Симон Цари земные С кого берут пошлины Или подойдя Сынов ли своих Или с посторонних Петр говорит ему С посторонних Иисус сказал ему Итак Сыны свободны Но чтобы нам Не соблазнить их Пойди на море Брось у дуб И первую рыбу Которая подастся Возьми И открыв у ней рот Найдешь статир Возьми его И отдай им За меня И за себя Толкование Ну ты рыбачил Хоть раз Хоть копейку Нашел А эта рыба Плавает Кто-то уронил Там копейку И у Бога Все высчитано У нас все знают Как она съедает Как она подплывет На удочку Указание дано Вот наш Бог какой И все Я взял У вашего брата Никиты Мордушку А там По три карасика Ловили А вот один Загреб Одним раз Вытащил Полное ведро Благословенный брат Толкование Бог вместо первенцев Еврейских Благоволил Осветить Для себя Колено Ливиина Число людей В колене Ливиином Простиралось До 22 тысяч А первенцев Было 22 273 человека За первородных Которые оказались Свыше числа Колено Ливии Бог И положил Давать Священникам Дидрахму Откуда и произошел Акбичи Всем первенцам Платить Дидрахму То есть Пять Сиклей Или Двести Оволов Но так как И Господь Был Первородным Дидрахм Которые земные Даю ее Даю ее не потому Что должен Дать А потому Что хочу Исправить Их немощ Присем Поставим Поставим Себе В правило Не подавать Повода К соблазну Нам Где не может Быть вреда А где Есть такой Вред От какого Нибудь Действия Там Не нужно Заботиться О тех Которые Неразумно Соблазняются Дабы Явить В себе Бога И владыку Моя Христос Посылает Петра Достать Статир Из Рыбы Вопросы Дополнение Надо налоги Платить Или Не надо Меня Спрашивает Один Надо Поехали К Сергею Я им наказал Москвичи Там еще С другого Города Приехали И возьмите С собой Видео От аппарата И снимайте Но они решили Так Один снимает Там Другой снимает Приехали Когда стали Смотреть И много Снимали Нету Черные Кубики Одни А у тебя Как он Посмотрит Тоже А что это Такое Не знаю Ну Человек Брал Вашу аппаратуру Нет Никому Не давали Дома Как теперь Снять Оттуда Говорят Есть какая-то Программа И будто бы Она может Сделать Переворот Какой-то И мне пишут Программа Эти есть Но они все За деньги Можешь я ее Возьму Без денег Я говорю Знаете Этот вопрос Решать Не со мной А найдите Хорошего Верующего Программиста Если у него Есть Попросите И все А так Не надо Это Не надо Вот Меня Задавали вопрос Я Не плачу Билет И говорю Что мало Получаю За зайцем Еду Я считаю Не надо А как Докаж За что Шоферу платить Амортизация Машины Здесь Барнауле Еще надо Платить Можно Не платить Можно Только пешком Иди Я не платил Но я сильно Бегал И вот я Жил По Красноармецкому Спуститься До Пушкина Где И туда Вправо И почти До Челюскинца И там Жила знакомая У которой Я был на квартире Мария Петровна Медведева Очень хорошая Женщина Верующая Верующая Я выходил На работу Работал Вагонно-ремонтный Завод Куда И пешком Я как выхожу А тут трамвай идет На Анатолий Где сворачивается А туда И я за трамваем Ну он маленько Быстрее идет Трамвай А он где Торма Стоит А я в это время Нагоняю И вперед Шпарю А теперь Сзади Сзади Стоят Криш Давай 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 И Куда Это Проехать надо Вокзал И на площади Куда Слезть А потом Я уже через парк Я с детства Бегал сильно А почему Отец пас И корова Бывает Домой Львется А почему Хозяйка Ей там Хорошо Кормит А что Она пошла И ты ее не остановишь Тогда мне Отец доверял У меня маленький Бищник Вот такой Корова Устает Быстро Не тогда Когда Скачет Алю А именно Когда Она просто Бежит Трюхой Животом Вот так Бежит Средняя Скорость Я за ней Так и бегу А бегу От Андреяшна Лога Это 2,5 километра Я за ней Ну на 3 Наверное Там даже И она бежит Как только Добегает Добегает До Масоловского Но она Корова Она же Я как Дам рывок И сразу За хвост А я Остепился Бесполезно Как Клющик И теперь Она не знает Что А я тогда В сторону Тяну Разворачиваю Обратно Чтобы Ей Руль Повернуть И теперь Ее беще Махлят И она Бежит Бедная Ну и Меня Запачкает И все Жижа идет Теперь Она только Забегает И в воду А у отца Длинный Бищ был Такой А теперь Отец С берега Ее Так Перекроет Больше Она домой Не просится Дома плохо А хозяйке Вечером Отец Сказал Если еще Будешь Кормить Это Собой Пища Дом И все А то Ничего Нельзя Сделать У меня Один ответ Еще Ничего Не делали Смотри Получится Я бы Такие Рассказы Мог Рассказать Вам Даже Не поверили Рассказали Самое Другое Да Поехали Искорченные Когда выходили До Огряшного Лога Это 8 километров Это 8 километров Я бежал Не останавливаюсь Дальше Так вот В воде Прошел Дальше Опять Хватило Дома Домой Всегда Первый Был Дома А дома Мать Препреждает Приберите В комнате Это Сегодня Придет Он Вам Даст Пару Жару Я прихожу В пещерке Пыль Подметать Мух Всех Перетравить Это Вымыть Все Что Было Вот Откуда У меня Все Это Сохранилось Каждый День У себя В комнате Раза Ногами Вот Говорит Кандовая По банам Укрытая Все Придумал Заложи Это В детей Чтобы Ревностны Были Ничего Не Разбросано Было Все Чистенькое Было Учили Уроки Учили Много Знали А глаза Раскрыло Все И Куда Пойдет Не знает А я К мамке Уйду Моя мама Тоже Что-то С отцом Разобиделся А Дес Бить Не Бил Говорит А пошел Мать Посадила Грядку Полоть Две Грядки Морковь Полторы Грядки Выпласт Выбросил Морковку И она Прибежала К отцу Отец А ушла Называется Это Самокруткой Без разрешения Родителей А отец Через дверь Ответил Ее отец Егор Мария Егоровна Она жила Без отца Любимого отца И все Я постояла Опять Старшего сына На руки И домой Пришла И больше Молчала А сегодня Ой, доченька Голубенька Да ты так и страдалась В первую очередь Начни гладить Тещу А какое Говорит Наказание Кто два раза Женился Чтобы он в доме С ним эти две Тещи жили Больше Ничего не надо Они из него Стружку-то снимут Поехали Интересно А в Польше Скажу Судья Решает Ты разводишься Смотреть не могу На него Он мне всю жизнь Испортил А ты Да кому она такая Нужна Она у меня уже Не первая Хорошо Суд присудил Ровно один месяц В одной камере Одна кровать Одна ложка Одна чашка Они через две недели Уже стучатся Все Мы все Спим Если нам Ничего не надо Поехали домой Это в Польше Она красота такая А как вы красоту Сохранили Она дала лекарства А какое Больше рожать надо Все Один ответ Я здесь уже учился У матери уже кончились Дети Она 20 лет рожала И Так это ваша мать Мать молодая А Васильев-то Рекордсмен поставил У него от одной жены 69 лет Родилось 69 Четыре раза По четверке По четыре Она умерла А имя ее нет Когда она умерла Он женился второй раз И эта вторая жена Трой не стала рожать Значит от мужика Наверное зависело Рекордсмен на все В века вошел У нее кажется 78 что ли детей было И умерла Той, которая Слышал? Васильев фамилия Ну это Прошлая столетия За прошлое Какие были Женщины Рожала она 27 раз 27 Этот самый У нее лакционный период был Когда молоко было 20 Это 40 лет В 20 лет она Не 20 лет А сколько там Раньше была Ровно через 40 лет Последнего ребенка родила Последние три раза По четыре ребенка По четыре А мы с Алтайского края Не можем ребятишек Для школы достать Со всего края 69 Так он вторых С собой-то принялся 78 детей Все это его Сейчас так не рожают Ну на Манделе Был 17-м ребенком У Надежды Васильевны Она рассказывала У нее там У Бактистки 18 детей было 20 20 говорит В Корчино Это уже В Барнауле Это Новосибирске Ну давай Сирот У меня Барнишки нет У меня Братишки нет Купили пса Ивангелие от Матфея 18 глава 1 стих В то время Ученики приступили К Иисусу И сказали Кто больше В Царстве Небесном Иисус призвав Дитя Поставил его Последи них И сказал Истинно говорю вам Если не обратитесь И не будете Как дети Не войдете В Царство Небесное И так Кто умолится Как это дитя То ты больше В Царстве Небесном А вопрос Слышишь А дети-то какие были Еврейские дети Не сегодняшние Сегодняшние-то Дома с ним Ребенки Не хочет Никто оставаться Что они вытворяют Только приходят Люстра валяется Это не я Папа Она сама упала Люстра упала Сама Ну вот сейчас Мы в чат рулетку-то Выходим Самые скверные Это школьники Прямо видно Что за парта сидят И матерятся И матерятся Какой недостаток В ребенке Они высмеивают Учительницу Драждат Она поставила Ему двойку Или что А то он учительницу Драждан Лученик Это все в интернете Прямым эфиром Таковых Старство Небесное Добавлять надо Это не дети Пилата Не дети Ирода были А дети Которые обрезанные То есть По сегодняшнему Крещеные были Таковых Да Это Нет Толкование Видя что Учениками Обладевает Страсть Честолюбия Господь Смиряет Их И в пример Бесчеславного Отрока Показывает И путь Смирения Так Так и нам Должно Иметь Смиренный Ум Впрочем Не детский И быть Незлобивыми Но Не неразумными Словами Если не Обратитесь Показал Что если Перешли От Смиренно Мудрия К честолюбию Следовательно Должны Были Возвратиться Опять К тому же То есть Смиренно Мудрию От Которого Уклонились Можно Покупал Допустим Вот Покупал Бананы Ел Давит Живот Не могу Все Как бананы Поем Прямо И тошнит И все Раз Два Три Пять Десять Ну Почему Что Опять Берешь А может Не от Бананов А Бананы Тошнило Нет Ну Что Непонятно Бананы Их Там Это Газом Таким Вредным Чтобы Не пропадали И ты Ешь У тебя Болеет Нет Нет Но Если Мы Видим Один Раз Другой Раз Плохо Было Безбожнику Значит У Безбожника Плохо Вот Сейчас В этом В рулетке Там На Ковыцами Как Я Молюсь Бог Отвещает И что Прямо Так Отвещает Я Рассказываю Свою Биографию И Заключение Не Должен Был Вернуться Но Представьте Сотрудники Краевого КГБ Приехали В этот Ждень Как Я не вернусь Оттуда А Тут Бац Михаил Сергеевич Горбачев Перестройка Указ Верховного Совета СССР Освободить Полиц заключенных Как Сейчас Помню Обедаем А в это Время Кто-то Зашел И Говорит Помилование 190 Прим Сотя И 70 А я Не Доел Даже Я Встал Говорю Второго Не Надо Я Иду На Свободу Первое Второе Вот Ты Ты Смотри Нашему Попу Свобода А все Остальные Остались А мне Говорили Мы Выйдем А ты Сидеть Будешь Мой Срок Заканчивается Там Добавляют Прям В тюрьме И так Никогда Не Выйдешь И КГБ Это Знало И Вдруг Все Знание Надбивает А Любовь Назидает Поэтому Для меня Горбачев Это Помазанник Божий Это С Маленькой Бух Христос Еще Можно Смиренно Евреи Должны были Склониться Перед Словом Божиим Вот Как Оно Есть В Простоте Почему Апостол Павел Говорит Чтобы Не Отошли От Простоты Во Христе А Простота В чем Была Ну Вот Простота В том Что Раньше Много Не Мудрствовали Там Не Было Философии Там Булгакова Там Заумные И так Далее Других Философов Канты А Просто Сказали Вот Решила же Женщина Будешь В муках Рожать Рождение Твое Будет В муках Детей А Ты Змей Подговорил Ее Все Ты Будешь Жалить В пяту Потомство Ее А Он Тебя Раздавит Башку Он На щеве Будешь Говорить Ног Не Будет Еще Ну Это Он Тебя Раздавит Башку Вот Все А Отпитаться Прахом Будешь А Теперь А Как Это Все Звоночку Не пощипит Зачем Ты же В прах А Косточку Кто-нибудь Возьмет Я же Хороший Я же Первый От Бога Чтобы Меня Знали Да Ты Че Ну Ты Прах И В прах Уйдешь Никто Не Спорил Прах И В прах Всех Хоронят Туда Склепы Делают Если Туда Забрались Никто Назад Не Доставал Ой Ты Мой Родственничек Там Поговорим С тобой Все было в простоте Смиренно Мудрее Словами Господа А потом Началось Отвлечение Там Уже Нужен Был Сиф Когда Начали Призывать Господа Жертвенники Ставить Потом Дальше Ной Нужен Был Когда Уже Потоп Там Вообще Катастрофически Все Поменялось Человек Один Ну Конечно В семье Потому что Хозяин Должен Был Показать Всем Как Правильно Жить По Богу И Что И опять Забыли Ушли Опять В это Суету Сует И сейчас Мы что Видим Вокруг Вот этого Серба Который Говорит О человеке В дальней Северной Стране Который Напишет Книги Маленький Человек Напишет Книги Это Это уже До такой Степени Докатились Это Бог так Делает Что Теперь Человека Который Маленький Безграмотный Малограмотный И так Далее И вдруг Напишет Такие Мудрые книги Что весь мир Вздрогнет И потом Поймут Что они Лицемеры И они Зря его Гвоздали За то Что он Маленький Был И столько Книг Написал А ведь Дело Это все Опять же В зависти Все по зависти По зависти Придели Придели Христа Вчера Мне скинули Ролик С Иерусалима И он Идет Снимает Все Называет Там Где-то Место Красиво Снимает Я Снимаю Меня попросили Сегодня Свадьба Здесь И Венчание Будет Нам Интересно Как Венчают Не Мужика Нет Никакого Две Девки Стоят Они Венчаются Между Собой Лесбиянки Кошмар Высокого Рост Как Лиза Ставят Очень Хорошо Одеты Это Все Прозрачное Тут Открыто Все Как Положено И Евреи Знатные Идут Парами Мужина 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 И все Их Поздравляют Они Эти девки Друг Другу Кольство Надевают Целуются Обнимаются Пойдут Домой Так Это Еврейские Девушки Евреи Сегодня Это Пропагандируют Ну Я говорю Ну дальше Пришли Да дальше Ты Что И Гомосексуалистам Дают Ребятишек Которые Оставлены Чтобы Они Воспитывали Как Они Воспитают Это Специально Делают Чтобы Люди Завопили Все И Тогда Скажут Хотите Власть Дайте Волю Мы Сделаем Вам И Тогда Все Скажут Дайте Чтобы Был Покой Чтобы Не Выбрила Видимо За мужика Она Идет Что Она Будет Делать Другое Непонятно Вот Так Вот И Так Кверху Это Гребня Мне Как Петухом Или И И И И И И И И И Главное Целуются Кольца Надето Платья Прозрачные Кружевные Развижные Дальше Это Что Ну Пришла Пустышка Еще Дальше Нет Мужик Хоть Как Бог Повернет А Это Ничего Вообще Нет И На весь Мир Это Все Показывает Поздравляю И И И Обратно Видимо Заплатили Хорошо Все Съемки Сделал Я Не Выставляю Не То Что Судиться Нет Это Было Еще Издавна Со Времен Содома Каморы Это Разговор Но Когда Ты Это Увидишь Я За То Что Быть Мирным Но Однажды Это Показали Я Забыл Кто Я Что Вы Сделали Я Проголосовал За Закон Мусульманский Чтобы Они Разобрались Даже Высказать Нельзя Что Вытворяют И Это Выставили И Прямо На Экране Я Ходил И Мусульманам Голос Отдал Наведите Порядок Ну А Вот Эти Парады Гей Парады Интересно Где-то В Грузии Или Где-то Там Как будто бы он такой Нехороший И другого зовет Давай Парень один Пойдем Мы с тобой Что-то там Сделаем Эти деньги Заплачивают Ну пойдем Только Отошли Как хлопызнул Его Так они Не знали Куда бежать Геи Эти Парад Там Все Священники Кто со стулом Бежит То с рукомойником Кто с тазиком Полиция Кружила Этих Садомитов Едва Едва В автобус И Все Кверх ногами Все Больше Нет А отец На ум Мне пишет Мой крестник Надо идти С лозунгами Какие Ну я Выписал Эти нарисовали И идут Показывают А я Вот знаете О чем Подумала Вот есть Эти гей Парады Сейчас Разрешает Администрация Специально Специально Но почему Не сделать Парады Традиционных Семей Этим Самым Как бы Привить Людям Что Есть Традиционная Семья И это Нормально У Виталия Который у нас Был У него Есть Друг Как это Фамилия Сутармин 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 Как его Звать Игорь Валерия Да без Разница И че Не добивается Чтобы описали Я говорю Ты сначала Найди одну А потом Празднуй Праздник детства Я уже в шестом Классе Туда найти А если Нашли То лучше Ее в маску Одеть Да главное Патриарха Чтобы Установить Чего устанавливать У мусульман Повучить А надо Браще Ночи Сто процентов Сохранять Нет Значит Ее сразу Убивают Как тварь Негодная Вот тогда Где попало Они шлялись Домой Не приглашали В чужие Домой Музыку слушать Не ходили Как у меня Здесь мать Пришла Одна Такое случилось Она хорошая Такая музыка Играла Там премию брала И пригласили Домой А дальше Что было Ну а че А муж милиционера Пистолет в руки Ну че Ну давай У тебя я лишусь Еще дальше Будет Пришла Мне еще Дел Плакать Можем Только Зачем Жена Заходила Зачем Дина Пошла И теперь Такое Дело Из-за нее Пришлось Весь город Вырезать Дочь А кого-то Почитайте Надо дома сидеть Больше Показывать Мусульмане Данил Вера На священником Стал Ну его видно Какой он Деста Такой был Но теперь В облачении И дети И вот здесь Девочка Лет 13 На стол Подает Сама Все как надо И вот такая Крохотулька Сидит на маленькой Машиночке Шьет А ты кем Хочешь быть Артисткой Или кем Она говорит Женой У нее другого Ничего нет Она учится Как угодить Мужу Как детей Ее воспитать Ее учат День и ночь Этому Ее менять На кого будешь Менять Когда все есть А у русских Одна умеет И есть Разогревать А другая Просто Мамкины Пирожки Проносить Красная шапочка Пошли Да Тихоныч Вы говорите Мусульмане Мусульмане Вот Среди них Тоже Всякое Бывает Не бывает Бывает Ну я говорю Не бывает Давай спорить Ну я Рассказывала Одна Одна Единственная Ты что Твоих знаешь Мы сады Мусульмане У них Мусульмане У них Сады Египте Египте Я знаю Египет Там половина Разных А можно послушать Что там Вообще Ну она сначала Скажет Что это не Мусульманская Страна По-настоящему Ну что там Ну мусульмане Я же рассказывала Племянница моя Вышла Замуж За араба Мусульмане Она веру Приняла Мусульманскую Случилось Она в руках И держала Она читает С рук не спускает Так ладно Семья Там они кланами Живут Вот дом огромный Там живут кланами Но они сейчас Отдельно живут Отец Состарился Невощный стал Дочери Тут Целость Огромная Жена Все отказались От него Знаешь Это не мусульмане Вы не знаете Она И он стал В машине жить Вот это Русская Его приняла Не мусульмане Еще раз говорю Ну как не мусульмане У мусульман Особый совет Старейший Аксакалов У них почтение Высшей степени Я попал на драку Мусульмане С русскими Ну и ночью Уже темно Так А я иду С родным братом Ну они там Где-то дерутся Разбежали С Иосифом Я иду впереди Они несутся За мной Четверо Примерно Это добежал Ну когда Моему брату И тот В канаву И там А я иду Вот он забежал Вперед Аксакал И не надо дальше И не надо дальше Я иду И все Я их отпускакал Всех Мне один пальц Аксакал Понятно Вот поехал Здесь у меня Икашка Фамилия его Мы поняли Брата Вырубили Дальнее плавное корабли Остановились там Где-то в Африке Храм какой-то Я не знаю Мещать или кто Я зашел Православный Я встал в сторонке Так Заходят здоровые Мужики Лет по 30 Обернутся Они сразу Передо мной Руку целуют Я показываю Я не священник Никаких Следующий заходит Он обернулся С бородой стоит А то они не так Ты не знаешь как Вот он Егенка заколол Костерок Там В пустыне И Поешь Барашка поесть В это время Приморенько прошел Один подошел Садится рядом Не спрашивает Когда говорит Сварилось А все уже 42 человека Рядом сидело И никто лишним не будет По ложке надо останется Мы Должны увидеть То что есть А не то что Сейчас нам показывают Вот сейчас Мы Сейчас-то Это Зашли В Каламбур И он Почти весь Мусульманский О Мусульманин А я Мусульманин Я перекрестлюсь Мне Ни один Не скажет Это хорошо Это правильно Ты делаешь Русский Увидел А И Прямо Матерками Ни один Мусульманин Меня не обругало Их прошло Передо мной Соти Притом По одному Идут Одни Я сегодня Вчера Только видел Как на русском Отолкнулся Она тебя обругает Девчонки Если точно так же А матерята Сами полуголые сидят А другая лежит В постели Ногу подняла Вообще Ничего не надо А мусульманин Она сидит Только щели Как в танке Сидит Ну видимо Игнатий Хачев В среде мусульманского Мира Всякое происходит Вот как Вот примеры И не все Одна найдена Была такая Не все Живут одинаково Одна найдена Была Одна такая Она сидит Тряпка Она так Вытернул Щеку И сунул туда И отскочили Ее рвануло Одни тряски Полетели Мужик Тоже был Поймали А Замужняя женщина Его вот так Закопали И каждый Бьет камни Ум все это заснято Так у нас Если такое Сделали Так у нас Страна опустеет Так как Бывает один раз Ну вот Да это нельзя Считать Даже бывает Один раз Они говорит Не видели даже Крещат Пишет Григориан И пыль такая Народ идет Я говорю Что такое Вора поймали Ну и что Некоторую жизнь Прожили Вора не видали Еще к суде Потащили Судя один вопрос Задал Какой рукой Воровал Назавтра Приходя на этот Базар Сук Мы увидели Пощерневшую На Африканском солнце Прибитую кисть руки Чтобы все видели Ну а надпись Такой то был Вор А что тебя Корми в тюрьме Делать Твоя рука Не нужна Тебя Она ворует И он это знал И поэтому Ты говорит Золото Мешок Оставь на остановке Приди через месяц Там будет стоять Никто не возьмет Из Барнового Два велосипедиста По Китаю ездили Какое то Турное Вернусь Что в Китае Ой много раз Но самое главное Что Ложись Хоть на остановке Никто тебя не подойдет И не тронет А у нас Я зашел в библиотеку Книжку обменивать Вышел Обратно Пешком пошел Надоело ездить Никита уехал Колесникова Купил велосипед А там Наблюдай Он вышел А ничего нету И он тогда пошел Ну покажите А там видно Как он идет Подходит А он его приковал Цепочкой Он цепочку разворачивает Отрывает Там сел на велосипед И поехал У Никиты нет Опять велосипеда Колесников И он показал Это На Украине Потеряки не было Он просто Пускай едет Потеряки А писали Где-то я не знаю В Стокгольм Или где Уборщики на улице Дворник Убирает Велосипед С места на место Разобрались Хозяин уже 30 лет Умер Велосипед как старел Не привязанный Ничего Его с места на место Передвигают Чтобы убрать У нас оставь Я уехал Где-то был В Америке Приезжаю Надежда Васильевна Пошли молоко Покупать Рядом на разъезд А разъездовский Потом приходит Говорит А нам когда велосипед отдадут Они видно запугали Это мои клиенты Паства моя Велосипед притащили Катаются Их никто не видит А потом в крапиву бросают Разъезд рядом Они у меня в лагере И своровали А почему Рука другая У меня они по одной нитке ходили Никакого роста не было Поехали Слава мусульманам Слава Иисусу Христу Не слышал Я мусульман приветствую Слава Иисусу Христу А я мусульманин Я говорю У вас написано В священной книге Коран Иса Он не такой Но это тоже самое Да 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 Евангелие от Матфея 18 глава 5-6 стихи И кто примет Одно такое Дитя во имя мое Тот меня принимает А кто соблазнит Одного из малых Сих верующих в меня Тому лучше было Если бы повесили ему Мельничный жернов на шею И потопили его В глубине морской Толкование Вы говорит Не только сами Должны быть смиренны Но если ради меня Почтите и других смиренных То получите награду Потому что меня примите Когда примите детей То есть смиренных Так говорит и наоборот Кто соблазнит Знит или обидит Одного из малых Сих Которые Уничижают И смиряют Себя Хотя бы были И велики Тому лучше было бы Если бы на шее Его повесили Мельничный жернов И потопили В воде Выставляет на вид Столь чувствительное Наказание С той целью Дабы показать Что тяжкому Мучению Подвернутся Обижающие И соблазняющие Смиренных Во Христе Но ты разумеи Кроме всего Что если кто Соблазнит Малого И в свободном смысле То есть слабого Вместо того Чтобы всячески Поддержать Его То так же Понесет Наказание Тем вернее Что слабый Обыкновенно Скорее Соблазняется Нежели Крепкий Вопросы У нас много Слабых В общем Крепких Вообще Больше Чем слабых Да у нас Они слабые Кто такой Слабый Вообще Как это Слабости Вообще Критерий Слабости Слабости Посмотрим Вера Силе Кто На занятии Остается Тот Покрепшенная Это Слабость Вере Домой пошел Послабее Вот ее называют Женой Говорит Обращаться Как Она немощный сосуд Она немощный сосуд Пускай она ведет себя Как немощный сосуд А не как Чугунная бочка Она повернется И от сильного мужа Ничего не остается На ее стороне Полиция Милиция И сосед Ну еще один сделаю А бог А как же бог Не спасешь ли жену Какой-то прибор Придумали Придумали Ученые Что если Вот так вот Ну Муж там Вселяют Соответствия С женой И прибавляют И муху Перез одного Женой муху Переносит На мужа Мучения Мучения При родах Ну и договорились Увезли в роддом Он с собой прибор Последние дни Все время носил Ну и Профессор Сразу говорит Ну давай Сколько добавляет Он маленько добавляет Жена Он позвонил Он позвонил Говорит Нормальные роды Идут Все нормально Он тогда еще наболяет Чтобы больше боли Так взял А может Еще Тогда взял на полную Говорит Ну это смертельно опасно Он когда сделал Стрелка показывает Закрасывающей ртой Все нормально Он говорит Первый раз такое Он приходит Узнать в чем дело Жена Нормально Зашел Говорит Нормально Он подходит к дому А ее на кресте Сосед лежит Значит не все нормально Значит боль то шла Не на пикливного отца На настоящем Физиологического Недаром сейчас сделали эту Берут там Помозок И потом говорят Чей сын Чья дочь Дайте в рот Кто заплатит больше Мужик судился Один С барином Там Из-за поля Какое-то Барин оттяпал У нее И косить негде Ну суд то идет А этот Ну я садил Вот тут Что-то дал А мужик Завернул Булыжник Взял Завернул В тряпку И сидит Поднял И судье показал Судья раз Двинул Другой раз Что показывать Не будет же он Что-то выходит Да наверное На поле Да бывает Копают И клад находят И он стал Против А тот Быха заплатил Мужик видит Чтобы их поперек Дороги встал И когда кончил Судья подходит Ну что ты хотел Ну я показывал тебе Если ты будешь Неправильно судить Башку проломлю Судья думает Ну правильное решение То вывез Живой пошел Так что не всегда Надо золото Иногда Обращаться И к органам А сегодня Почему-то Не сказал Ничего нам Валерий Лена Лена Он спросил Она сказала Я ходить не буду Ну и еще Она и не ходит Уже чувствует Я к слабым Я о слабых Говорю Ну сейчас С Леной Мои знакомы Хорошо Родители Дали свободу Вы помнишь Что она сказала Я нож отточу И тогда За нож Спотился Фактически А теперь Что ты сделаешь Она сама Убирается Под каждым Бетвистым деревом Такая птичка Найдет Соломя И еще нельзя Потому что Маме Это нравилось Она говорила Чтобы жених был Чтобы у него Зубы были хорошие Ну живи С хорошими зубами Она не будет ходить И дальше Что еще нет За этим Она первое время Это постилась Молилась Рано вставала Мать ее Прижимала За это дело Тоже Лена звать Плоды Выросли Но зато Она много слышала Исущая беда Она знает Куда пройти Она знает Путь спасения Это самое важное Очень зря Конечно Молодых особо В закатных лучах Тот цветок Не за щах Я написал стихотворение А Витя положил На музыку Для Лены посвятил Двенадцатилетний Двенадцатилетняя дева Стоит на пирсе Она такая В снимках Такая отлично Перед крещением Она в белом платье И на пирсе Стоит и молится Там вообще Шагнула Двенадцатилетняя дева Да А причину-то знаете Валера Причину Валера Она осозналась Какая причина Валера знает Да Он нам озвучил сегодня А я не слышал Ну и вам Сказать Ну конечно Говори Если он говорил Так что Мне нужно устраивать Личную жизнь Я-то понял Без этого Она ее тут устраивала Когда я разбор Мы устраивали Да Она так устроит Себе личную жизнь Она, я говорю Найдет Себе Не учителя А мучителя Нет Она слабохарактерная Она с собой что-то сделает Личная жизнь Зачем тебе Это личная жизнь Ты для Бога И положить в Боги Не нужная совершенно Есть такая Миланя Римлянина была Римлянка И она вышла замуж А муж Ну такой Номинальный верующий И он к ней Ну она не как Говорит Ну давай так жить Просто Помогай друг другу Да нет Я не для этого женился Ну и род Ее род она едва живая Осталась И она умирает Уже ей говорит Дай слово Что ты больше Ко мне не будешь подходить Я умираю совсем Ну видите Пустое место будет Я обещаюсь Она выздоровела И так дальше Жили как брат с сестрой И она святая Миланя А Миланя Ты знаешь что такое Это напротив Светланы Светлана означает Светлая А Миланя Темная Вот у меня интересно Вот у меня интересно У меня имя Ни Ваня Ни Володя У нас Устинов Володя У плотников Володя Вот сидит Володя Владимир А кто Владимир С чем он владеет Кроме соплей А еще и нету И ухаживал Владеть миром Каким миром Но меня вот Меня назвали В тот день Когда я родился 28 мая По старому Игнатий А Игнатий Переводится Неведомый Неизвестный А с латинского Огненный У меня то и другое И по тому И по тому сходится Один считают Баптистом Другие коммунистом Еще Одни старобрядцами Меня все Мучили Мне не просто Имя-то соответствует Игнатий Да Это от Бога Так и название Не просто так А конкретно Старобрядческий Баптист Пятидесятнического Толка Да А по мне спорят Андрей Курай Знаете Это вот Такой пиетет Библии И в то же время Старобрядческий Смесь баптизм Взрывная смесь Такая Для него Что строго По уставу жить Это старобрядчество А что Библию любит Это баптизм Он мне разъяснил А православный Где просили То есть он сказал Фактически Там люди Ой-ой-ой Баптизм Жизнь Старобрядческий Старобрядки Можно спросить Можно Игнатий Тихонович К вам вопрос А вот у вас Маленьких-то крестили Там же беспоповцы Были Да Вы жили в деревне А как вот дальше Вас довершали Довершали Да То есть полное погружение Вот у меня написано Там все Павлов Павлов Отец Роман Здесь в Барнауле Когда мы еще Из дяди Степана Отец Тихон Дмитриевич А он Степан Дмитриевич И он рассказал Что они Белокринитской иерархии Старобрядцы Там священцы Это церковь Ну вот куда Дуннов Куда пошли Волков и другие Ну и мы туда приехали Нас уже ждали И мы вместе Приняли Все Довершали И вас там не погружали уже Нет Не погружали Просто как меропомазание Получалось Меропомазание было Ну чтобы это было Так Наливалась вода Ставили в воде Погружать Полное погружение Игнатий Вы наш Вы наш Вы наш Все нормально Короче Мы знали Что Без церкви Никак не А где церковь Не знали Представь себе До 90-х почти годов Мы про старубежную церковь Вообще не знали Она есть или нет Вот как Бог сделал То есть У них что-то были Неурядицы Они там Где-то с кем-то делились Это прошло мимо И не знаем Мы узнали Ту которая есть А теперь я с теми Епископами С митрополитом Сижу Они меня вызвали Они за меня заплатили Вот сколько прошло Считать С 17-го года И 92-й год И я был первый Кто приехал По миссионерскому фонду Специально Помоленьку Откладывали деньги Это болящим Курящим А здесь отдельно Миссионерский фонд И вдруг А я ни нюхом Ни брюхом Про них не знал От всего Бога высчитано А все-таки здорово Что мы не в московской патриархии Ооо Ты даже не знаешь Как здорово Это у меня первое Галя расскажите Завещание Завещание Никогда Я уже все это слышу Хорошие работники А то государство Это не теократическое Не пьют Не курят На каком основании Не пьют Не курят Это не поминает Даже ни один бар Не служит И представь себе И Путину сейчас показали Он как будто бы первый раз Увидел это На каком основании Спрашивают Какая у вас статья Покажите Какое они еще не делали Так они кровь не переливают Но это он сам себя только Он в своей жизни сам распорядился Кровь не переливают Только два человека погибло А которые переливают Уже две тысячи погибло Что считать Да еще зараженных Четыреста семьдесят детей В Эллисте Двадцать тысяч Калмыкии заразили И шприцы запечатаны были Кто-то же сделал такую музыку Специально это Это Сорженицын пишет За деньги Шпиону американскому Это немецкому Дали на склад Где парашюты А там где Самый главный Шурта У него специально нож Если он их перестригал И когда они прыгали И дергали Отрывался парашют И раскрывался Две тысячи человек погубил Один за одну ночь И в конце концов Кто-то попался когда-то И кто-то давал это А которые были-то Они еще не боялись Интересно Когда Гитлер был под Москвой Парашютов еще нет Стреляют в самолеты И тогда так Кто хочет без парашюта прыгать Самолет за самолетом набирают А в снег Прыгает прямо в снег С оружием попадет Куда упал Все Погибло 200 человек примерно Но две тысячи с лишним Остались живы И они сразу напали с тыла На немцев То есть Главная остановка была Остановить Остановить Гитлер уже все Мраморные говорит Везли поезда Ему памятник ставить И вдруг Самая главная ошибка И была Кого разделил его силы И бросил вниз Вот это главная ошибка На Киев бросил И уже еще не Гудериан Там не Манштейн Никто не помогал А дальше зима пройдет Мы покажем А за зиму Отбросили за 130 километров От Москвы Зима русская помощница А тут как раз из Сибири В полушубках приехали Сибиряки Они как даванули Без пяток бежали Наши пископ Итихи Выставил позавчера Статья новая Празднует Освобождение От блокады Ленинграда Там 75 лет И он говорит У него Иван Тимофеевич Итихи Это его имя монашеское А Тимофей Порфирьевич Это его отец И он работал Не работал Ленинград защищал Минометным отделом И в это время Я не знаю как отец там был Наверное неплохо стрелял Если специально направлены Немецкие мины И упало ему в ногу Что-то там сильно Поврежденный был Ну вынесся И вернулся Ну со всеми льготами А когда вернулся С него все льготы снимают Потому что ты позоришь Наши вооруженные силы Ты верующий Он в храм ходил С воина С защитника Все сняли Он на работу Устроился там С работы его выгнали И он тогда На телефонной станции Стал работать А там хулиганы Звонят Соедините меня с Кремлем Он говорит Я кого соединю-то И она Итихи все написал Я говорит По отцу Имею тоже отношение К разблокированию Ленинграда Я говорю Покров сделайте такой Празднуйте разблокировку Или Курскую битву Или что-то Это близко нам Мы Божья Матерь защитила Тут же можно написать Видение было У Жукова Или еще Жукову Он уже больше верит Чем Ерод его Поверили Ну можно Найти какого-то там Еврея Генерала Ему видение было Посадить с иконы Через 40 лет В округом лететь И сказать Тогда летал Даже все делается Как Канализация Ну что там Где-то По Царьградам Ну давайте здесь Сталинградскую битву Отметим В церковных кругах День когда Придор Павлис Сдался И сделать его 14 октября Покров Божьей Матери Какая разница Да то близко Ну так-то недалеко А? Ну так недалеко Ну да Два лаптя по карте А вы за коммунистов Я говорю Ну и что Осмирили какие все Ротами боялись раскрыть А сейчас меня гвоздят И за коммунистов Где? Кошмар Давай А вы не слышали А про кого? Сейчас меня Про лакон О жестоком обращении С животными Что стерилизует Образно выпускает Ну это не знаю До собак и дело Да Так они Я говорю Как пёс смердящий У меня сестра говорит У старобряста там А я его в дверях останавливаю А ты куда пёс смердящий идёт А ты зачем меня оскорбляешь? Да ты же всё время говорил Что ты пёс смердящий А теперь Попробуй трой А я знаете это Вспоминаю Когда про собак Начинают говорить Вспоминаю это Я легенда Когда у него пёсика Покусали Как он Его сам задавливает И уже всё Катастрофа всего И тут вдруг Два человека появляются Как это Когда без живого Существа любимого Поехали Да Так что Может быть пускай Живыми и получше Немножко чем витвец Это Говорит Этот Лучше Говорит Здорового псу Чем дохлому льву Так же Говорит Да Евангелие от Матфея 18 глава Седьмой стих Горе Горе Миру От соблазнов Ибо Надавно Прийти Соблазнов Но Горе Тому человеку Через которого Соблазн Приходит Толкование Как человека Любится Он оплакивает Мир Имеющий Терпеть Вред От соблазнов Но скажет Кто-нибудь Зачем Оплакивать Когда нужно Подать руку Помощи На этом мы можем Сказать Часто случается Что тем Для которых Бесполезно Было Наше Убуждение Мы доставляем Пользу Когда начинаем Плакать Об них И они Приходят От того В чувство Над соблазнами Разумей Людей Препятствующих Нам В добре А под миром Людей Дольних Присмыкающихся По земле Достойны Мук Соблазняющие Что они же Производят И нужду Соблазна Сами по себе Располагаясь И решаясь На то Чтоб быть Причиной Соблазну В священном Писании Обычно Называть Жизнь Грешных Миром А Провождающих Ее Мудрствующими По земному Потому-то Ученикам Христос Говорил Вы Не От Мира Вы Мир От Соблазна Ну Конкретно Скажи Мы Собираемся Здесь Что-то Говорим Что-то На соблазне Есть В наших Словах Очень Много Сейчас Всех Нас Собрать И В свое Время Всех В тюрьму Запрятали С удовольствием Кого-то Расстреляли Будем Конечно Вот Это Сейчас Рулетку Тащат Рулетка У меня Уже Восем Роликов Я Сейчас Отдаю Администрации Будут Ставить А потом Посмотреть Очень Интересные Моменты Такие Люди Встречаются Прям Готовые Принимают Я Никогда Не Буду На Один Ролик Примерно Десять Человек Среди Да Десять А И Поставили Мы Два Поставили Еще Пять Уже Готовая Даже Если На Это Будет Один Человек Который Принял Это Уже Это Уже Великое Дело Я Считаю Это Молитва Что Я Углубился В Молитву Господи Дай мне Дар Сергея Конечно Делать Как он Ролики Делать Каждый Ролик У него Как Фильм О Чем Говорится Фотографии Из Моей Биографии Из Моих Роликов Он Находит Нужный Какой-то Отрезок И вставлять Я Сам Не Найду Он Говорит Примерно На Составление Одного Ролика Восемь Часов Уходило А Я Как Ест Как Заснял Так И Поставил Но В Определенном Плане Мои Ролики Некоторые Ставят Даже Выше Мы Видим Как Вы Живете Тут Какой Игры Нету Нигде Перерыва Нету Ни Ни Собрание Идет Тут И Недоволен Кого-то Нету Люди Которые Знают Они Все Знают Мы Давно Смотрим Такие Вопросы Задают Как будто С нами Живет Человек Там Комментарии Часто Идут Такие Говорят Там Дом Два Или За Стеклом Только Говорит В другом Смысле Совсем Говорит Комментарии Только Это Говорит В другом Смысле Очень Интересно Смотреть Часто Часто Такие Ролики У нас Переписка Завязалась С этим Дитивом Митчелл Прям настоящая Переписка Я ему 170 фотографий Послал Который Выбрал Там Такие Чтобы он Видел Куда И он Тоже Послал Там Фотографии Он Стоит В саду Как Сад У него Есть Там Что Есть И Потом Два Плаката Он Написал Два Плаката И Написано На одном Я Протестую Против Войны И И Наши Говорит Чтобы не Воевать Надо быть Смиренными Качество И два Плаката Вот такой Высоты Держит Около себя Любит Очень Библию Спрашивает Ну это Мы потеряем А у вас Лекарства Как Принимаете Нет А можно Ли нам Часть Твой Заваривать То есть А сколько Человек В школе Сколько Здесь А какие Общие Работы Вы делаете То есть Он Пытается Говорит Какие Сегодня Вытряхтись Езжай Ни дома Никола Нет Я Не очень Уверен Что он Сможет Приехать Но Разговор Идет У нас И он Такие Вопросы Задает Сейчас Приехать Я говорю Нет Нет Не сейчас Осенью Чтобы дети Все приехали Чтобы к весне Они русский язык Уже знали Как это Будет Сколько Учеников А что там С Текой Разговаривать Будут Или с Варламом Там Три всего Ученика Или два У нас Три 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 И вот Три Исаак Степа И Варлам Вот с всяким Разговорить Ну да Исаак Да Ну Исаак Уже в девятом Классе Понятно Переезжает Будет два Да Я ему Скинул Такая Программа Которая Вот допустим У меня Вот такой Текст И Павловский Запустил А он Английский Переводит Частями Через Каждые Шесть Стране Я должен Заново Прилеплять Страниц Русских И шесть Страниц По-английски Ну примерно Полторы Секунды Конечно Там есть Какие-то Слова Которые Она не знает Тем более Если по церковно Славянски Он пускается И не знает Что такое Там Сколько Канонов Она переводит И мне Он пишет А сколько У вас Пушек Я думаю У тебя На приехали Канониры 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 Берет Пушка Но Канониры Машина Канонирка Так Я пишу Игла Она переводит Им там Иголка Он говорит А при чем тут Иголка Да ни при чем Я тогда стал писать Игнать Она говорит Игнать Теперь уже понятно Ну ладно Теперь уже понятно А жена Марга Марга Это Маргарита Веселая В характере Стоит У него борода Вот такая вот Черная Сейчас я ему Приготовил материалы Наверное Сегодня пошлю О крещении И надо По частям Я уже все сделал В английской вариации Но посылаю на русском Если не понятно По английски То там есть кто Понимает Он сразу на русский Сравит Что там О чем говорится А то Епископ Варнава Варнава она переводит А другое имя Она не может перевести Ну никак Епифания А Епифания У них там То ли элефант Или еще слон Ну и все Дальше Потеряйка у нас Слон Ну откуда Я даже не мог Понять У меня знакомая Одна Лидия Муранова Она Меня свела Познакомила Она с отцом Александром Мень И она уехала туда И сыновья у нее Там Военные Она хотела Потеряйку приехать Но не как осень Я говорю Не осень ездит Она с ними Могла бы приехать Быть переводчиком Я говорю Будь готова В любой момент Я тогда Я отсылаю Она говорит Перевод хороший Дает Эта система Механическая Вот я говорю Сейчас И она переводит На грузинский Там 95 языков Я пишу С русского Перевести На японский И она Тоже Переводит А теперь Я беру С японского Перевести на грузинский Она тоже Переводит Две секунды И все Переведено Какой мудрый человек Ну конечно Падежи Она не соблюдает Я убежден Что русский язык Теперь Да что ж Самый трудный Трудный Потому что Спасение Око Лоб Чело Одно и то же А у них Этого нету Я говорю Лагерь Стан Она пишет Лагерь Лагерь Кемп Кемп Больше ничего Нету У них нет Этого Стан У нас Такое Многообразие Слов Такой Великий Могучий Что я Особо Стал любить Русский Язык Когда Сравнение Стал Смотреть Переводы Техника Не может Перевести Дословно Вот так Хорошо Что не материмся Еще Так Общение Переводим Это Мне Знаешь Опоздали Они Маленько Я бы Раньше Тут Договорились А я Сейчас Вяжу С трудом Но я Все-таки Без Переводчиков Зною О чем Она Пишет Это Очень Хорошо Да Хорошо Иван Толкование Соблазном Часто Слышу Отступники Которые Были Друзьями Стали Врагами Хулителями Разговаривают Дружат С ними Люди Не читают Это Не считают Наоборот Они Нас Посчитали Плохими Вырвали Выбросили Вот И все Они По Ивангелию Поступили Они Нас Посчитали Что Мы Плохие Они Нас Вырвали Отсекли Выбросили С той С той Стороны Зайди Когда Они Считают Как Вы Хорошо Что Ушли Оттуда Слава Волков Марине Постоянно Пишет Поздравляю С праздником И так Далее И он Может писать Я говорю Не о славе Волкове А о людях Которые Общаются С отступниками Зачем Они Общаются Когда Есть Вероятно Заразиться От них Отсечь И все Возможность Общаться Почему До такой Степени Но Опять же Отступники От кого От Наши Общины Ты имеешь Ввиду Отступники Имеется Ввиду От Бога Стали Безбожниками Эти В старообрядцах Бога Не хулят Почему Не общаться Кому-то С ними К примеру Вот Вы там Назвали Одну Фамилию Имеется Ввиду Отступники От Бога Вот те Которые Стали Говорить Да Христос Не Бог Да И в церковь Ходить Не надо И кресты Снимайте Вот Это Уже Отступничество Вот Как Духа Он Конкретно Отступник Сто Процентный Там Такое Морозит Считай Дальше Может Время Да Через Пять минут Через 15 Евангелие От Матфея 18 Глава 10 Смотрите Не презирайте Ни одного Из малых Сих Ибо Говорю Вам Что Ангелы Их На небесах Всегда Видят Лице От Самого Небесного Ибо Сын Человеческий Пришел Взыскать И спасти Погибшие Толкование Заповедует Не презирать И не Уничижать Так Называемых Малых То есть Нищих Духом Но Великих Пред Богом Они Говорят Так Любезны Богу Что Самые Ангелы Защищают Их От Вреда Демонского Всякие Верующие Или Даже Все Мы Люди Имеем Ангелов Хранителей Но Ангелы Малых И Смиренных О Христе Так Близки К Богу Что Не Престанно Созерцают Лице Его Предстоятельность Из Всего Видно Что Хотя Все Мы Имеем Ангелов Но Ангелы Грешников Как Бы Стыдяя За Наши Дерзновения И Сами Не Имеют Дерзновения Зреть Лице Божие И Молиться За Нас Напротив Ангелы Смиренные Зреть Зреть Лице Божие Потому Что Ради Их Как Праведных Имеют Дерзновения А Кто Больше Не Святее А Серафимы Или Херувимы Кто Из них Важнее Ангел И Архангел Тут Понятно Архангел Это Архистратик Начальник Над Ангелами А Херувим И Серафим А Шестикрылый Серафим А Шестикрылый Серафим А Я Не Знаю Но Дело В том Что Именем Серафима Называются Женщины Мужчины Серафим Саровский Серафима Гавриилова А Херувим Ни разу Не встречал Если Серафим Называют А Серафим Тебя Только Отсюда То Почему Херувим Ни Назвать Херувима У Петра Первого Был Исповедующий Он Даже Кажется С Титей Попал Иисус Имя Иисуса В Они его Зафиксировали И в газете Пишут Как К ним Обращаться Теперь То есть Уже Мужики Не знают Ну про Херувимов Написано Что у них Шесть Крыл Они При Лице Божье Предстают А Серафимы Пламенеющие Они Как Проповедники Серафимы Серафимов Шести Крылый Серафим Шесть Крылых Херувимов А Ну Почему Херувимами Называют Никого Ну Не знаю Не могут Расстаться С мужиками Или еще Как с пятилем Называют Себя Мужскими Именами Да Все Рафаил Петр Нет такого Женского Имени Петра Откуда Взяла Петра Сейчас Екатерина Понятно Но Это В кого Муж У нее Борис Она Бориса Буква Подставила Борис Расстаться Не может Сейчас Монахиню Они Всем Балуются Ну Че Балуются На память Че Она Там Хранит У себя Архангел Рафаил Рафаила Нет Последний Раз Все Время Гляжу Я думаю Ну Меня Нет Гляжу Одна Игнатия Игнатия Нет Такого Она Должна В честь Кого Но Нет Таких Святых Не Было Как Она Сама Выбирает Из Несуществующих Она Выбирает Из Мужиков Ну Да Но Только Надо же Теперь По Женских Вале Она Сама Выбирает Сами Придумывают На ходу Не знаю Зачем Это Ни к чему Это Совершенно Лично То же Самое Что Резать Людей Она Говорит Жила На берегу Нила А там Такие Восходы Заходы Солнца Там Красота Неописуемая Как все Сияет И Светится Я На 30 Лет Там Прожила Прямо На берегу И Ни разу Не взглянула Это Считается Достижение А Когда В Библии Написано Посмотри На звезды Сосчитай Посмотри А Сейчас Пишут На звезды Смотреть Смертный Грех Это Бесовская Прелесть У них Монахов Вообще Выверт Мозгов Какие Бес Это Мне не Кто Архимандрит Юрасов Писал Амроси В 4 Томе Написано Все Я Из его Книги Брал Еще Плетешь И Главное Когда Сошел Огонь Люди Ходили В это Время Курили Признаменовали Что огнем Сгорит А вот Когда Потом Ходили С кувшинщиками Наливали Воды И всем Говорили Выпей Выпей Ну где Ты взял Нигде Нету Ни на Глинных Дощежках Ни в Мертвых Бах Откуда Ты выкопала Откуда Ходили С кувшинщиками Назил кувшина Да нагло Поставьте Это Логика Мужская Так то Логика То есть Игнатий Тихонович Нет Логики Никакой А тут Потом Не было Этого Не курили Не было Нет Сейчас Еще будет Огненное Подождите Сейчас курят Не тогда Курят Ну давай Никто там В горах Давно живут Сейчас начнет Копать Вдруг слой Стекла Медная Там эра Была Чугунная Стеклянная Так она Была Стеклянная А обсидиан Это же Стекло Вулканическое Целый слой Идет Везде Везде Если Везде Это у папуасов Там кое где Стекла Сколько Колотили бей Стекла Вообще Не было И вот Случайно Вулканическое Стекло Находили Им Резать Было Хорошо Поэтому Был Так У некоторых Папуасов На травах Я спрашиваю Священник Ты проповедник Да Я проповедник А где Ты проповедовал Ну как Где В храме А еще А где Ну а ты Слышал Такое Во время Советской Власти Под замок Он Собор Василия Блаженно Там Такие Всякие Крущенные Копола В него Кто Проповедовал Там Да туда Не запускали А я Проповедовал И меня Там ловили И кричали Он на втором Этаже Бегите Там А там Закут Кофт Столько Скажите Скажите В Тетяков В Тетяковской Галилеи Кто Проповедовал А я Говорил Когда Весь Зал Там Забитый И Милиция Пройти Не Может Даже Перестаньте Там Кричать А пройти Нельзя Никак В Эрмитаже В Исаакиевском Соборе Я Это Все Вспоминаю Где Какие же Вы Проповедники Когда Нигде Не Востребованы Были В Петергоф Я Проповедовал Я Даже Не могу Назвать Где Нет Метро На станциях И Везде Не То Что Я Там Какой А Естественно Так Я Христианин И Все Сказано Интересно Баптисты Меня Пригласили И У них Там Один Главный Кажется Это слово Которое Он Выступил Вот Знаете Братья Вот Игнатий Тихонович У нас Первый раз Вы наверное Его не знаете А я Давно Знаю В такой Кролище Шапки Своей То Другое Он Мясо Не ест Они Такие Глаза Не ест Вот Я Сейчас Не Поцеловался От Него Ароматом Пахнет А я Со Своими Когда Сцелуюся Говном Пахнет Почему Вот Такое Это Нигде На собрании И Прям Говорит Так А почему Потому что Что ел Отрыжка Та же Самая Что ты считал То и отрыгнешь Спрятать Никак Нельзя Вот Бывает Вчера Мы зашли Записывали Человек Ну Закрытый Вроде Так И я Гляжу Он Будет Разговаривать Про себя Думая Володя Не Знает Так Подумал Раз Исчез То ли Он Нажал То ли Еще Ну Бывает Нечаянно Нажал Его же Не найти Никогда Назад Возврата Нет А их 90 тысяч Там Ну Ясно Дело А дальше А дальше Человек Который Желает Слушать И он Начал Рассказывать Один Я Буддист Я говорю Знаете Тихо Мы в тюрьме Сидим И все Мы По телефону Говорим А я Сразу Вы запишите Открытый Мог А вы Сразу Ему Через Некоторое Время Говорит Ничего Через Десять дней Я выставлю Этот ролик А я Не расслышал Что это Тюрьме Один Заше Нога У нас Пала А это Что У вас Надо Здесь Вы Тюрьме Рассказывает Это Рулетка Вся Рулетка Это Вся Рулетка Заходить Там Багаж Должен У тебя Большой Потому Что Клиенты Разные Ты Должен Что Дать Кто Еще Я Сейчас Скажу Настоящий Момент Найдите мне Человека Который Был Уже Человек Умер Он Хотел Его Талантом Завладеть Елисей Ну Елисей Ну Сегодня Наши Современники Елисей Я Такой же Пришивый Но Так Духом Духи Ростом Пониже И духом Пожиже Эйнштейн Пошло Брат Ну Ладно Никого Вы Один Найдите Я Не утверждаю Что Один Ну Найдите Ну Давайте Будем Искать Все Сейчас Положите Как Будет Называться Рулетка Найди И Дальше Начинай Говорить И Попробуй Заснять Все Мы Готовим Ролики Я Всем Говорю Аня Вот так Видит А Это Что Снимает А Почему Снимаете Потому Что Я Снимаю Всегда Все Будут Смотреть Жук Сразу Погасил А Чего Боитесь А Алименты Платите Спрятались От Алиментов Почему Боитесь А Алиментщики Прячутся Мужики И Все Фотографируются До Сих Пор Видать Алименты Вылез Оттуда Один Вылез И Сразу Опять Спрятался Ну Давайте Достойно Есть А Во И Стяну Положитель Об О О О Богородицу Пресно Блаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувин И Славнейшую Бесравнение Серафин Безыскления Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Помолите Господи Мы Славим Тебя За великое Тое Долготерпение И Милости Твою Упокой В Обителях Небесных Но Представлен Раба Сергея Этот Талант О Который Вопросил Да Будет Он Необильным Надеюсь На Милосты И Прошу Не Для Счиславия А Для Проповеди Слова Божия И Пошли Нам Таких Людей Которые Желали Был Услышать О Пути Спасения И Сейчас Распусти Нас Смером Если В чем Мы Погрешили Прости Нас Господи Тебе Хвала Слава Счастье Поклонения Отец Сына Святой Дух Аминь Слава Иисусу Христу Спаси Христос Так Александр Михайлович Поедете